Лучшая старость в кругу большой любящей семьи. Но судьба бывает распоряжается по-своему. Однако все люди заслуживают достойной жизни в старости. В домах престарелых живут старики, у которых есть родственники. В преддверии дня пожилых людей наш корреспондент Зумрудгамидова узнала, почему они оказываются у порога дома для одиноких и брошенных, и как проходит жизнь в этих стенах. Все постояльцы дома – разные люди со своими судьбами и обстоятельствами. Люди, которые просто стали не нужны своим родственникам. Так сложилась и жизнь Наиды Мурадовой. После женитьбы сына для матери в доме просто не осталось места. Есть у меня мальчика, девочка есть, но в Москве находится. Сюда вы сами попали? Ну как сказать сама? Сама тоже не скажешь. Мне посоветовали сюда прийти, я пришла по собственному желанию. Как у себя дома. Я ни за кем не скучаю. У меня все нормально. Чаще всего за стариками просто некому приглядывать. Родные с утра до вечера на работе, а пожилые родители сидят в четырех стенах без внимания и общения. В таком случае для них даже благо попасть в дом престарелых. Но нередки случаи, когда дети не могут найти общий язык с родителями. И в таких случаях пансионат становится для них родным домом, а работники заменяют семью. Попадают они сюда по разу. У каждого свой случай. Кто-то по болезни, ухаживать некому. У кого-то конфликт с семьей, не получается с детьми ладить, приходится уходить из дому. У кого-то с детьми все хорошо, сам человек, который хочет обособленно, одному хочется жить. Общению и вниманию старики радуются, как дети. Любая помощь, накрыть одеялом, придвинуть столик для каждого из них представляет большую ценность. Но именно от самых близких людей они этого не получают. Чувств меньше уже друг к другу. Наверное, в наше время чувств меньше, жалости друг к другу меньше. Они-то ищут лучшее место для себя, как каждый человек. Значит, раз они у нас приходят к нам, и они у нас остаются, значит, здесь где-то лучше. Некоторые нашли здесь свою вторую половинку. Анатолий Ибрагимов и Шамсият попали в пансионат недавно. Со слов молодоженов, они нашли в друг друге родственную душу. Церемония бракосочетания состоялась в стенах дома-интерната со всеми почестями. Ну, откровенно говоря, в какой-то степени беда нас объединила. Вот этот именно дом, чтобы ей было, как говорится, легче нести, как говорится, свой крест в жизни. Счастье тогда, когда ты находишь подобие себе души, мне кажется, в яме будет счастье. То есть вы свое счастье нашли здесь? Конечно, ну вот, что надо. Возраст, как говорится, уже большой у нас, мне уже 67 лет. Дом престарелых был основан еще в 1969 году. И несмотря на то, что название менялось несколько раз, его основная задача оставалась прежней – забота о пожилых людях, оставшихся в одиночестве. Так, здесь нашел себе приют и дедушка Исрапил. У пожилого человека нет никого, кроме дочери-инвалида, которая живет в Каспийске. Он полностью лишен зрения, но тем не менее продолжает совершать пятикратную молитву. И сюда, когда все умерли, а дочка у меня есть, а Бог за ней не будет, пришел сюда. А здесь, вот знаете, вот если жить для себя, просто прекрасно. Почти все старики оправдывают своих родственников, говорят, мол, их можно понять. Молодым сейчас сложно, много работы. И все же всем нам нужно дорожить каждым мгновением, проведенным с людьми, которые дали нам жизнь. Нам, своим детям. Зумруд Гамидова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.